Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс», где мы обсуждаем самые актуальные темы из мира экономики и финансов. Здравствуйте! Сегодня в нашей студии мы рады приветствовать представителя Московской биржи, которая является главным организатором торгов на российских финансовых рынках, Патыхова Руслана Хасановича. Руслан Хасанович, добрый день! Доброе утро, уважаемые слушатели! Здравствуйте! Сразу же обозначим тему, на которой мы сегодня хотели бы побеседовать с вами. Это в целом развитие финансовых рынков в России. И в рамках обсуждения этой темы мы коснемся таких актуальных тем, как финансовая грамотность населения, развитие финансовых рынков, роль Московской биржи в рамках развития и расширения финансовых рынков в России. И, конечно же, темы финансовых технологий, которые являются наиболее актуальными на сегодняшний день. Ну и начнем с малого, с финансовой грамотности населения, с малого и самого важного. В чем сегодня проблема этой финансовой безграмотности, так сказать? Как вы на это смотрите? Нужно ли с этим бороться сейчас? Благодарю вас, прежде всего, за предоставленную возможность выступить по очень интересным, небанальным темам. Действительно, если говорить о теме финансовой грамотности населения, то, по моим наблюдениям, она нисколько не сместилась за последние 15 лет. Причин этого может быть много. Можно называть всевозможные причины, как то нежелание самих граждан вовлекаться в процесс изучения каких-то новых продуктов, каких-то финансовых технологий, которые сопровождают нашу жизненную повседневность. С другой стороны, сложность восприятия тех продуктов, которые сейчас существуют и преподносятся финансовыми институтами. И наиболее значимым, скажем, из них это отсутствие финансового планирования. К сожалению, и я обращаю на это внимание, выступая на своих выступлениях среди молодежи и зрелой аудитории, отсутствие финансового планирования – это бич современности. Поскольку есть действительно широкий спектр финансовых инструментов, финансовых возможностей, которые существуют и на московской бирже, и предоставляются крупными участниками, брокерами, банками. Но нет понимания, как пользоваться этим инструментом, для чего они нужны. Все кроется в том, что необходимо создавать по меньшей мере для любого гражданина три составляющих портфеля. Прежде всего, это накопление на текущий день, накопление на черный день, тогда, когда, не дай бог, вы останетесь без работы, либо, поскольку в большинстве семей мужчин – это единственный высокооплачиваемый член семьи, и в эти моменты необходимо пользоваться той подушкой безопасности, которую вы создаете. И третьей составляющей вашего портфеля инвестиционно могла бы быть возможность получения дополнительного дохода, как раз-таки используя инструменты финансово-фондового рынка. К сожалению, этой культуры пока у населения нет. Мы доросли до того, чтобы понимать, что необходимо инвестировать, откладывать деньги, накапливать их, но используем при этом традиционные способы накопления. Как правило, это банковские депозиты. Ну, а если говорить о зарубежной практике, мы знаем то, что Всемирный банк реализует подобные проекты в других странах. И, как бы, если классифицировать рынки на развитые и развивающиеся, существует ли данная проблема и на тех, и на других рынках? То есть, эта проблема не только россиян? Вы абсолютно четко обозначили тему, что и Всемирный банк, в том числе и Центральный банк Российской Федерации, озабочены в последние, поверьте, лет 9-8 проблемой ликвидации, скажем так, финансовой грамотности, безграмотности у населения. И такие программы существуют и в мире, и в развивающихся, и в наиболее развитых экономических странах. Прообразом этих программ являются так называемые накопительные счета. Пенсионные, индивидуальные, инвестиционные, ну и им подобные. Подобная практика появления индивидуальных инвестиционных счетов обозначилась не так давно, а именно в 2015 году и в России. Ну, вот мы о них отдельно еще поговорим. В контексте проблемы финансовой безграмотности и повышения финансовой грамотности населения актуальна тема появления новых облигаций федерального займа для населения. Замечательная тема. Да. Вот что представляют собой подобные облигации, какова их спецификация, и если оценивать их с точки зрения риск-доходность, наилучшие ли это сейчас место вложения денег для населения? Хороший вопрос, Ренат. Облигации федерального займа, так называемые народные, ничем не отличаются от тех облигаций, которые размещаются и имеют оборот сейчас, в том числе на московской бирже. Призваны они с тем, чтобы для того, чтобы стимулировать граждан инвестировать в ценные бумаги. Ведь не секрет, что любая экономика мира заинтересована в длинных дешевых средствах не меньше, чем любая коммерческая структура. И каждая экономика мира решает этот вопрос по-своему. При этом наиболее продвинутые страны используют возможности фондового рынка в полной мере для того, чтобы привлечь длинные дешевые ресурсы от населения и направить их в индустрию для того, чтобы развивалась экономика, для того, чтобы производились средства производства, товары и так далее. Соответственно, если грамотно выстроен механизм привлечения дешевых ресурсов от населения к корпорациям, любая страна в этом плане начинает выигрывать. И отсюда появляется и спрос на ценные бумаги, и предложение со стороны рынка для стимулирования приобретения инструментов фондового рынка. В этой связи облигается федеральный взаимонародный, но вот очередная попытка, ну или очередной стимул со стороны государства привлечь внимание рядовых частных граждан к инструментам и возможностям финансового фондового рынка. Руслан Хасанович, а какие еще инструменты актуальны на сегодняшний день для широкой массы инвесторов в лице людей, которые далеки от торговли на финансовых площадках, но тем не менее хотели бы вложить свои средства в активы, приносящие доход выше среднерыночного, то есть выше, чем банковский депозит, то есть примерно 6-7%. Замечательный вопрос. Мы вернемся, скорее всего, к теме индивидуальных инвестиционных счетов и в рамках предоставляем со стороны государства льгот, а также со стороны крупных участников и игроков фондового рынка брокеров и банков есть различные инструменты, которые сегрегируют ваше отношение к риску и доходности. Как правило, используются так называемые инвестиционные стратегии для непродвинутых, для тех, кто что-то понимает уже в финансовом рынке и тех, кто самостоятельно производит операции. Возьмем первые две категории. Естественно, наиболее простым и доступным инструментом для большей части населения являются депозиты банков крупных. Второй инструмент – это, само собой, облигации как федерального займа, то есть государственные облигации, плюс облигации корпораций, по которым выплачиваются дивиденды. И, кстати, с марта этого года, скорее с апреля этого года, налог по выплате облигаций корпораций не облагается налогом со стороны государства. Еще один момент, который хотелось бы отметить – это продукты брокеров и банков, которые завернуты к так называемой структурной бонде. Есть еще инструменты достаточно консервативные, на которых можно спокойно зарабатывать, поставки выше, чем депозит, как вы обозначили, это паи паевых инвестиционных фондов, ну и, соответственно, так называемые ETF-ы, акции биржевых фондов, которые есть в том числе на московской бирже, их 11. То есть вот это инструменты, которые доступны широкой массе населения, и они могут без каких-либо профессиональных навыков и знаний ими воспользоваться? Абсолютно верно, да. Инвестируя свой портфель, опять же, исходя из того, что разбив свой инвестиционный портфель на консервативный, на повседневку, на ликвидку, на то, чтобы воспользоваться в случае неблагоприятного и создать дополнительный доход, этих инструментов более чем достаточно. Говорить о более сложных инструментах, таких как инструмент срочного рынка, фьючерс и опционы, можно говорить только после определенной подготовки. Хорошо. Вот индивидуальные инвестиционные счета, которые вы уже отметили, являются также инструментом, которые способны принести дополнительный доход населению. Вот в чем их суть, какова спецификация и параметры этих счетов? И если говорить, опять-таки, о роли государства в этом процессе, это, опять-таки, продолжение тренда на то, чтобы развивать финансовые рынки и привлекать депозиты, которые население держит в банках, в финансовые рынки и развивать фондовые рынки? Разобьем на несколько составляющих этот вопрос. Действительно, это была инициатива со стороны государства для того, чтобы стимулировать частных инвесторов, то есть нас с вами, для того, чтобы приобретать ценные бумаги. Это, в свою очередь, привлечет, как я и говорил, минут двумя ранее, достаточно дешевые внутренние ресурсы от населения, направить их, минуя те же коммерческие банки, напрямую в экономику, в индустрию. Со стороны государства это стимулирует предоставление определенных налоговых льгот, как раз-таки на индивидуальные институционные счета. Прообразом появления индивидуальных институционных счетов в России был хороший пример Соединенных Штатов, когда в период с 1974 по 1980 год, прошлого столетия, была разработана программа стимулирования со стороны государства с предоставлением определенных льгот для населения. Предоставление программы для того, чтобы люди вносили деньги и накапливали свои собственные капиталы, в том числе для передачи, может быть, наследства. Потому что ИИС, по большому счету, это возможность накопить и передать капитал своим последователям, а не как предоставление налоговых вычетов, как это у нас сейчас понимается. И, соответственно, интересы страны государства поддерживаются именно предоставление определенных налоговых льгот. Их рассматривают два типа. Тип А – вычет на взносы, тогда, когда гражданин ежегодно инвестирует сумму в размере 400 тысяч, и, соответственно, с этой суммой он имеет право за прошедший налоговый период получить налоговый вычет в размере 13%, что составляет порядка 52 тысяч рублей. И второй тип налогового вычета – налог на доходы. Этот налог предоставляется по истечении трехлетнего периода нахождения денежных средств на счете, а именно такой срок определяется в программе ИИС. По истечении трех лет человек, активно торгующий на своем индивидуальном счете ценными бумагами, может обратиться к налоговому, взять справку, привезти к своему брокеру, и, соответственно, налоговый агент, которым является брокер, не удерживает у вас доход. Такими стимулами государство пытается привлечь внимание население к инструментам фондового финансового рынка. Тем самым, повторюсь, привлечь самые дешевые и длинные ресурсы от населения. Действительно было много разговоров о том, что данный инструмент достаточно востребован, и даже законодательные органы власти, как вы сказали, готовы повысить порог в 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Вот каков интерес государства в привлечении широких средств, широких масс-инвесторов в фондовый рынок? Интерес государства очевиден. Это несколько позиций. Первое, естественно, о чем мы говорили в начале с вами, повышение финансовой грамотности. Раз. Второе, создание в идеале у каждого гражданина России вот этого самого инвестиционного портфеля, составляющего как минимум три составляющие, та, которая на сегодня, та, которая на черный день, и как дополнительный источник доходов. И вот в идеале государство готово стимулировать подобные действия со стороны граждан на то, чтобы люди несли деньги, зарабатывали деньги, а предприятие, собственно говоря, используя эти ресурсы, обеспечивало себя достаточно дешевыми ресурсами, и тем самым увеличило экономику, тем самым увеличило наш валовый внутренний продукт. Это очень серьезная задача, и к ней сегодня подключены и Центробанк, и Минфин, и Московская биржа не стоит в этой связи стороне. Что придумано и предоставлено со стороны Московской биржи в целях поддержания вот этих трех задач. На сайте Московской биржи мы проводим регулярные обучающие вебинары с представителями крупных брокеров и банков, а также самостоятельно торгующих, очень продвинутых трейдеров по популяризации продуктов биржи, продуктов фонда рынка, по возможности инвестировать, ознакомливаться самостоятельно, становиться финансовым грамотным. Что еще предоставляем? Мы предоставили возможность в этом году, буквально с февраля этого года, корпорациям прямого выхода на валютную секцию биржи, равно как и на денежную секцию. Что это дает корпорациям? Это возможность самостоятельно производить операции по конверсии валюты, размещать временно свободные денежные средства, рублевые, на депозитах и тем самым организовывать аукционы по продаже своей избыточной ликвидности. Что в целом это даст участникам рынка? Минимальная маржинальность, максимальная маржинальность, минимальные комиссии, а иногда и отсутствие их, прямой выход к ресурсам, как рублевым, так и валютным. И, соответственно, еще один заковык, очень интересный, это требование со стороны биржи и финансовых участников в отношении наличия в корпорации подразделения по работе с финансовыми инструментами. Это требует своей стороны подготовки, квалификации, а еще и требование наличия в этом подразделении не менее двух специалистов с аттестатами ФСФР, либо СИФИА. Для студентов это тоже очень интересная тема, поскольку, не секрет, и я давно работаю на фондовом рынке, кадровый голод до сих пор ощущается. Требование в отношении наличия двух специалистов и под хорошей подготовкой базовой и с наличием аттестатов подстегнет, должно, по моему мнению, подстегнуть рынок подготовки качественных специалистов для того, чтобы устроиться на брендовый или околобрендовый предприятие. Шулан Хасанович, есть два конкретизирующих вопроса касательно ваших ответов предыдущих. Первый по ИИСу, какова статистика на сегодняшний день, каков потенциал роста данного рынка, так сказать. И второй по предоставлению доступа на валютные торги корпорациям. Это корпорации крупного бизнеса и которые занимаются экспортом, либо это какие-то другие спецификации компании. С какого вопроса начать? Давайте с первого. С первого. Хорошо. Что касается программы ИИС, она бессрочна. Единственным условием предоставления налоговых вычетов для гражданина является присутствие или наличие денежных средств не менее трех лет на каждом индивидуальном институционном счете. Потенциал этой программы огромен, поскольку мы делаем только первые шаги. Если мир уже начиная с 1974 года присутствует в этой реальности, то мы только-только начинаем использовать преимущества индивидуальных институционных счетов. Тем более очень интересно это поднести для молодых, для тех, кто сейчас заканчивает институты, вузы и планирует начинать свою работу. Создание индивидуальных портфелей, в которых есть место накоплению, при сбережении, при умножении и, соответственно, дополнительному доходу, инвестиционный счет решает эту задачу с легкостью. То, о чем мы с вами говорили, о том, что возможность увеличения порога входа в ИИС до миллиона действительно имеет место быть и к концу 2019 года, скорее всего, этот вопрос будет решен положительным образом. Кроме того, среди кругов крупных брокеров и банков сейчас уже созрела очень интересная мысль о создании подобия агентства страхования и вкладов, так же, как вклады страхуются в банках, страховать точно так же индивидуальные инвестиционные счета на сумму как раз-таки до миллиона четыреста. Как скоро это произойдет, я не могу вам сказать, поскольку называются разные сроки, то 2019 год, то 2020, но я думаю, дело будущего. И по цифрам. Да, по цифрам. Я как раз к ним хотел перейти. В декабре прошлого года мы закрыли цифры 197 тысяч индивидуальных счетов. На 1 мая текущего года эта сумма увеличилась буквально до 257 тысяч. И за апрель буквально было открыто одним из ведущих прайм-брокеров порядка 7 тысяч счетов. Это очень серьезная цифра. Это говорит о том, что интерес к этому инструменту и к рычагам стимулирования со стороны государства в виде налоговых льгот у населения проявляется. Что касается прямого выхода корпораций на секцию валютного рынка Московской биржи. Сегодня на секцию Московской валютной биржи может выйти абсолютно любое предприятие, будь то крупное, от миллиарда собственных активов или 50 миллиардов, тем, кому мы предоставляем возможность выйти. Также и предприятия, которые дозрели до осознания возможности извлечения дополнительных прибыли от операции на валютной секции биржи. Так же, как и размещение свободных денежных средств в рублевых, в депозитах и излечения дополнительного дохода. Особенности размещения и привлечения вы можете посмотреть на нашем сайте Московской биржи в разделе «Валютный рынок». Речь идет о том, что прямой доступ к корпоратам, а именно с февраля 2017 года мы предоставляем, повторюсь, исходя из параметров собственных активов. Все это связано с преддепонированием. Для того, чтобы свободно торговать и получать дополнительную прибыль от конверсии, от размещения рублевых средств, необходимо задепонировать определенную сумму денег. Если это корпорация с активами миллиард, соответственно, стопроцентное преддепонирование средств предназначено для торговли валютой. Если это крупная корпорация с активами от 50 миллиардов, соответственно, преддепонирование не требуется. В этом вот особенность. Спасибо за ответ. Руслан Хасанович, вы являетесь представителем Московской биржи. Это довольно-таки крупная и сложная компания с точки зрения технологических процессов и системных разработок. То есть биржи выполняют сразу две функции – это клиринговую и торговую. Если говорить о мировой практике, то услуги по предоставлению финансового риск-менеджмента и клиринговым услугам обычно предоставляются сторонними организациями. В то же время биржи иностранные предоставляют торговлю лишь одним-двумя классами инструментов. Если говорить о Московской бирже, то здесь мы видим и акции, и облигации, фьючерсы, различные инструменты сделки, репо и так далее. То есть какие цели для себя преследует компания по развитию на ближайшие годы? И очевидно, что Московская биржа является, так скажем, передовой компанией, которая занимается развитием финансовых рынков в России. Вот какова ее роль в этом векторе? Благодарю вас за вопрос и за глубокую информированность с вашей стороны по направлению продуктов биржи. Отрадный момент, зачастую обращаю на это внимание, поскольку, когда встречаюсь с представителями населения и даже брокерскими компаниями, либо руководители, либо сотрудники подразделений забывают о предназначении биржи и о том, какая все-таки Московская у нас биржа. Именно универсализм и заложен в механизме предоставления продуктов и услуг со стороны Московской биржи. Вы знаете о том, что Московская биржа появилась в 2011 году путем слияния двух торговых площадок РТС, год образования которого 92-й, и Московской межбанковской валютной биржи, год образования 95-й, 1195-й. Отсюда и универсализм предоставления достаточно широкой линейки со стороны Московской биржи для любого заинтересованного в развитии, либо увеличении своей прибыльности. Относительно направления развития биржи, да, мы тоже не стоим в стороне от финтеха, поскольку это и вызов времени, и наиболее востребовано со стороны продвинутой части населения в предоставлении простых, доступных видов услуг. В этой связи мы больше специализируемся, конечно, в области B2B для бизнеса, и для наших участников торгов и клиринга предоставляем очень широкие возможности по выходу на самостоятельную торговлю, как на названной вами площадке, так и для осуществления расчетов и клиринга на наших площадках. Осуществление клиринга производится через НКЦ, который является системно значимым по версии Центрального банка 2013 года с системно значимым институтом России, так же, как и НРД, Национальный расчетный депозитарий, который тоже признан Центральным банком, системно значимым институтом финансового рынка России. Для активных участников биржи, а именно брокеров и банков, есть очень интересные решения, которые, скорее всего, будут применены в следующем, либо в 2019 году, а именно объединение всех площадок в едином. То есть сегодня мы предоставляем возможность торговать на каждом из рынков фондовый рынок, срочный рынок, валютный рынок, либо денежный рынок отдельно, и это доставляет некоторое неудобство. В задумках у наших айтишников предоставить единую платформу, с которой можно было бы торговать, так как это реализовано, например, на всех рынках, так как это реализовано, например, в брокерских компаниях. Вы видите один монитор и видите четыре рынка, на которых можно быстро принимать решения, переключаясь с одного рынка на другой. Спасибо за интервью. Всего вам доброго. Перейдем к второй части нашей программы, где обсудим глобальные и российские темы. Начнем с России и с завершившегося на прошлой неделе Петербургского экономического форума. Это уже 21 форум, и в последние годы традиционной его главной повесткой становится вопрос экономического роста России и факторах его реализации. Два года назад в Петербурге шли дебаты по поводу направления, которое может выбрать российская экономика после обвала нефтяного рынка и глубокой рецессии. В этом году участники форума пришли к мнению, что экономика России уже после выхода из полосы рецессии идет к застою, но пока не к активному росту. В этом году она покажет рост впервые с 2014 года, и вроде бы все идет так, как планировали власти и Центральный банк, на уровне в 2% роста ВВП, прогнозируемого правительством в этом году. По мнению ЦБ, это все, чего может достичь российская экономика на данный момент. По мнению ведомства, на текущий момент пробить этот потолок можно только с помощью структурных реформ. В этом ЦБ, согласно Министерству финансов, Антон Сеуанов заявил, что стабильная макроэкономическая ситуация является лишь одним фактором долгосрочного экономического роста страны. Проблемы, начиная от слабых институтов и заканчивая плохим деловым климатом, по-прежнему тормозят рост российской экономики. Власти стоят перед непростым выбором, а именно между популистскими предложениями и либеральными идеями. Сегодня существует риск того, что власти предпочтут средний вариант, который, по сути, является продолжением прежней политики отказа от спорных и непопулярных реформ. Правительство нацелено на увеличение темпов роста ВВП до 3,1% в 2020 году, когда планируется, что темпы экономического роста в России начнут опережать общие мировые темпы. Выступая на форуме, президент России показал свою полную приверженность новым идеям бизнеса и его поддержке. Также важно его заявление о том, что будущее России заключается в развитии цифровой экономики и поддержке высокотехнологичных компаний. Отдельной темой на форуме стала денежно-кредитная политика традиционно, стоимость денег и источники финансирования роста экономики. В этой связи интересно недавнее заявление главы Центрального банка Эльвира Набиульной о том, что на заседании 16 июня будут рассмотрены две опции по снижению ключевой ставки. На четверть или на половину процентного пункта. Напомню, что в данный момент ставка составляет 9,25%. Российская валюта на подобные заявления, можно сказать, практически не реагирует. И уже более чем три недели находится в узком диапазоне 56-57 рублей за доллар. Волатильность торгов на валютном рынке продолжает оставаться на рекордно низком уровне, как и показатель бочка нефти в рублях в годовом горизонте. Сейчас цена находится чуть выше 2800 рублей за одну бочку нефти. В целом, на рынке ситуация характеризуется снижением оборот торгов и слабой динамикой основных акций и общего индекса. Стоит понимать, что сейчас начинается разгар сезона дивидендных осечек по ключевым компаниям, которые имеют большой вес в индексе ММВБ. Дивидендные ГП весят около 3,5% пункта для индекса. И если не будет роста нефти в рублях, то есть опережающей динамики пары доллар-рубль относительно бренд, то при стабильном внешнем фоне рынок в ближайшие полтора месяца может в лучшем случае оставаться на месте. А вот уже с августа, когда начнут приходить большие дивидендные потоки, индекс ММВБ может отрисовывать растущий тренд. Итак, посмотрим, что происходило на глобальных рынках. Начнем с рынка нефти. Из позитивных новостей можно отметить возросшие геополитические риски. Так, ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, разорвали дипоотношения с Катаром. По текущим данным, Катар добывает около 620 тысяч баррелей нефти в сутки. Кроме того, объемы экспортированного жижевно-природного газа по оценкам 2016 года составили 77 миллионов тонн, что составляет почти треть общей мировых поставок. По марке Brent нефтяные котировки в течение недели находились в зоне месячного минимума, то есть в коридоре от 49 до 50 долларов за баррель. Стоит отметить негативное отношение и настрой инвесторов по данному инструменту, несмотря на прогнозы экспертов, согласно которым ближайший отчет Минэнерго США предсказывает сокращение запасов нефти. Переходя к валютному рынку, хотелось бы очередной раз отметить бешеный рост биткоина, который достиг уровня 2800 долларов за один биткоин. По оценкам аналитиков, в ближайшие 10 лет биткоин может достигнуть 10 тысяч долларов за одну единицу. Стоит сказать, что акции компании, развивающие систему блокчейна, также выросли. Средний темп прироста составил 50% в течение прошедших недель. Пара доллар-рубль накануне продолжила консолидироваться на уровне 56 рублей за доллар. Уже несколько недель мы не видим никаких импульсов. Если рассматривать конкретные значения, то уровень поддержки находится на значениях 55,5 рублей за доллар и уровень сопротивления в районе 57 рублей. Однако на мировом рынке американская валюта продолжает находиться под давлением, почти каждый день ставя многомесячные антирекорды. Так, индекс доллара сегодня впервые за 7 месяцев ушел ниже уровня 96,6 пунктов. Основным негативным фактором для доллара являются возросшие политические риски. Во-первых, это выборы в парламент Великобритании, а также внутренние политические риски США. В то же время инвесторы с оптимизмом смотрят на очередное заседание ЕЦБ. Участники рынка надеются услышать варианты предстоящего сокращения программы количественного смягчения, что может двинуть котировки евро на новые максимумы. Отметим, что не все так просто. Инфляция по данным за апрель 2017 года составила 1,6%, а затем сократилась до 1,4%. Это минимальное значение в 2017 году. Также напомним, что программа количественного смягчения насчитывает 60 миллиардов евро в месяц и предполагается до конца 2017 года. Из других новостей сделки M&A в США сошли на нет. По крайней мере, их число резко сократилось. Топ-менеджмент компаний смущает неопределенность экономической ситуации Дональда Трампа. Аналистики City Research проводят график, по которым видно, что число сделок M&A с лагом 12 месяцев являются неплохим опережающим индикатором динамики S&P 500, как вы можете видеть на экране. Таким образом, S&P 500 на данном этапе достиг уровня в 2430 пунктов. Коррекция, конечно, напрашивается, но, возможно, и дальнейший рост. Переходя к Китаю, политика делевериджа, проводимая госорганами КНР, негативно сказывается на состоянии финансовой системы страны. Согласно оценкам Государственного информационного центра Китая, рост ВВП страны во втором квартале замедлился до 6,8%, прежде он был 6,9%. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в мае опустился ниже пограничной отметки в 50 пунктов впервые за 11 месяцев и составил 49,6 пункта. Отметим, что 50 пунктов определяет рост экономики, либо ее замедление. Ждем данных по торговому балансу КНР за май, которые будут представлены сегодня. Они крайне важны для сырьевых активов, ибо Поднебесный является одним из крупнейших потребителей энергоносителей и металлов в мире. На этом выпуск подошел к концу. Удачных вам торгов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин